МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Евгения Даровская. В этом выпуске. Деликатный вопрос. С нами сегодня ежегодно рассматривается более 70 жалоб, которые поступают от осужденных. В каких еще сферах права человека нарушаются чаще всего? Никогда не поздно. Как сдать нормы ГТО в 90 лет? Вот посмотрите-ка. Слышите звук? Это сталь в плечах. В Барнауле открылся новый центр. Помогите выжить. Убаться, начинка, лечение у нас хорошо. Голову поворачивать влево, вправо. Не надо. Тихо, тихо, тихо. Мама здесь, мама здесь. Мы с тобой выздоровеем. Глебу вновь требуется помощь. На Алтае нужен свой совет по правам человека. Такое предложение озвучил сегодня глава совета при президенте страны Михаил Федотов. В Барнауле второй день работают его федеральные представители. Накануне они познакомились с наиболее проблемными сферами региона. Ну а сегодня поделились своими впечатлениями с краевыми властями, общественниками и журналистами. Алтай приятно удивил представителей Федерального совета по правам человека. Всего 30 жителей, а не сотни, как в других регионах, пришли на прием. Приятно, но с реальным масштабом проблем это мало связано. Разговор сегодня начали с той сферы, где унижать и игнорировать на взгляд многих проще всего с колонией и СИЗО. Сделать флюорографию, если она выявит какие-то патологии, связанные с туберкулезом, чтобы его сразу направить уже по другому коридору, по медицинскому коридору. Потому что, ну это страшная цифра, которую вчера нам назвали в СИЗО. За пять месяцев выявлено 22 новых случая туберкулеза. Сомнительным экспертам показался и медицинский подход, и чисто человеческий. В списке жалоб алтайских задержанных нет тапок и мыла, не дают позвонить, избивают, шьют дело. Нами сегодня ежегодно рассматривается более 70 жалоб, которые поступают от осужденных. 90% этих жалоб касаются по правосудности приговоров. Конкретные фамилии тут же помечали люди в погонах. Председатель совета писал пожелания от края, например, пересмотреть норматив вырубки с учетом уникальности ленточных боров. Об архитектурном наследии говорили на примере усадьбы Михайлова, той, что сносят ради строительства прокуратуры. Федотов посоветовал всем сделать выводы и создать свой совет по правам человека. Начались протесты, обращения в прокуратуру, в суд и так далее. Можно до этого не доводить. Вот СПЧ в регионах, они как раз могут эффективно позволять предотвращать конфликты. А если уж конфликт возник, то быстро переводить его в разряд дискуссии. А губернатор Виктор Томенко отметил социальную инициативу, которая уже действует в крае – приемные семьи для пожилых людей. У нас в регионе таких 175, в других – тысячи. Остаться там, где они привычно прожили большую часть своей жизни и где-то, возможно, у дальних родственников или, скажем, у людей, которые готовы их принять у себя там, где они обычно живут, перед тем, как, например, уже согласиться с предложением престарелых. Совет по правам проведет на Алтай еще день. Завтрашний посвятят сложным вопросам в муниципалитетах. Одна из проблем там – разрушительная для экологии добыча рассыпного золота на реке Ануй в Солонишинском районе. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае пока не будут продлевать время продажи алкоголя. Такое решение приняли депутаты АКЗС. Парламентарии решили не возвращаться к этому вопросу на ближайших сессиях. Увеличение времени продаж одобряют многие предприниматели, жители и чиновники региона. Якобы ограничительные меры привели к масштабному заполнению города псевдобарами. Противники же говорят о том, что этот вопрос еще нужно изучить с точки зрения влияния на здоровье людей и обеспечения правопорядка. Кроме того, даже среди краевых депутатов на этот счет нет единого мнения. Напомним, что в других регионах страны продажи алкоголя в розницу разрешена до 23 часов. В нашем крае до 21 часа. Алтайские власти собираются заключить мировое соглашение по делу о банкротстве особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», у которой образовалась задолженность по налогам и обязательным платежам. Об этом заявил накануне журналистом начальник регионального управления по развитию туризма Евгений Дешевых. Напомним, сейчас в краевом арбитражном суде идет разбирательство о признании банкротом предприятия «Бирюзовая Катунь» по иску управления Федеральной налоговой службы из-за задолженности по налогам на сумму свыше 5 миллионов рублей. В правительстве региона отметили, что вопрос решается. Мировое соглашение с налоговыми органами возможно будет подписано в середине июля. Это значит, что управляющая компания подпишет график погашения с рассрочкой задолженности с налоговой инспекцией и берет на себя обязательство не допускать текущей задолженности. Отдохнуть и провести время с пользой для здоровья теперь можно и не выезжая из города. В Барнауле после капитального ремонта открыли гимнастический зал для тестирования норм ГТО. Раньше, чтобы принимать зачеты, экспертам часто приходилось искать сторонние помещения, например, школьные спортзалы. Теперь ежедневно современный центр позволит принимать до 300 человек, которые хотели бы быть готовыми к труду и обороне. Тему продолжит Ирина Корчагина. Трудно поверить, что раньше в этих стенах была старая аптека. Теперь гимнастический зал, который ежедневно может принимать до 300 человек, желающих сдать нормы ГТО. Капитальный ремонт, который длился три года, обошелся в 3,5 миллиона рублей из городской казны. Теперь не нужно скитаться в поисках подходящего помещения, говорят в центре тестирования ГТО. Мы были вынуждены выезжать на все спортивные мероприятия, в школьные спортзалы. Это было не очень удобно, потому как все оборудование мы везли за собой, перевозили его с места на место. Среди тех, кто первым оценил центру после капитального ремонта, министр спорта края Алексей Перфилев. Сегодня он тоже сдал норму по прыжкам, подтягиванию, упражнению на пресс. Вообще в центр может прийти любой человек, мечтающий о значке ГТО. Возрастной порог от 6 лет. В последний раз Юрий Першин сдавал нормы ГТО 63 года назад. Сегодня ему исполнилось 90 лет. Дома ждут салаты и гости, а он здесь. Решил пройти все зачеты, только вот незадача, забыл дома медицинский допуск. У меня висит на перекладине груша, да? Я каждый день наношу этой груши полторы тысячи ударов. Полторы тысячи. Вот посмотрите-ка. Слышите звук? Это сталь плеча. В этом центре будут храниться заявки всех барнаульцев, сдающих нормы ГТО. Кстати, готовиться к труду и обороне в регионе начали 4 года назад, в 2015. За это время заветные значки получили 16,5 тысяч жителей края. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. А через несколько дней в Монако будет принято судьбоносное решение для всех легкоатлетов страны. Там пройдет заседание Совета Международной Федерации Легкой Атлетики, где рассмотрят главный вопрос последних лет – восстановление в статусе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Это значит, что в случае положительного итога барнаулец Сергей Шубенков уже на ближайших стартах в Марокко может состязаться как россиянин, а не как нейтральный атлет. Буквально перед самым вылетом в Рим с ним и его тренером Сергеем Клевцовым пообщался Кирилл Политов. Я надену форму сборной и лягу в ней спать. Форму с расцветкой сборной Шубенков держит на готове. Надеется и верит. Верит в здравый смысл и надеется на положительное решение. Новая дата – 9 июня Монако. Именно там решится судьба отечественной сборной легкой атлетики. Это будет позже, пока дороги Клевцова и Шубенкова ведут в Рим. Там через два дня анонсированы старты коммерческой лиги. Все мысли только об этом. Начали сезон в Китае. Было два старта. Шанхай, потом Нанкин через два дня на третий. Слушай, ну в принципе хорошо начали сезон. Вот, в принципе, как обычно. Получилось, что в Нанкине я пробежал на десятую медленнее, чем в Шанхае. Но это, в принципе, начало сезона. Ничего такого ждать не стоило от меня. И, в принципе, если ситуация, когда я бегу через два дня на третий, а потом, например, еще через два дня еще на третий. И там получается три старта за неделю. Это нормальная ситуация для августа или сентября, но не для мая. Вот так Сергей Шубенков начинает свой разбег. Это один из его любимых стадионов арена в китайском Шанхае. Не состязался с сентября прошлого года. Третий результат. Олимпийский чемпион Амар Маклеуд впереди. В стане знаменитого тандема никакой паники и переживаний. Говорят, это только самое начало. Главное – дуэль осенью. В календаре уже красным фломастером обозначена дата 27 сентября. На это время назначен чемпионат мира. Именно к этому времени, по задумке Сергея Клевцова, его подопечный должен будет выйти на пик формы. Секретов подготовки не выдает, да и вряд ли обыватели их поймут. Амар Маклеуд предпочитает образные сравнения. Ну вот, к примеру, берет какой-нибудь скульптор, камень большой. Подумал? Не, недостаточно большой. Еще больше, еще берет больше. И потом он у него, как у Церетеля, он такой здоровенный. И он начинает его опта. Вот этим мы сейчас и занимаемся. И получается, Петр Первый там стоит. Ну вот. Барнаул, Адлер, Китай. Вновь у Адлеры. И снова родной Барнаул. В этот самый момент, пока вы смотрите репортаж, тендем Сергеев уже в Италии. Наверняка проходит разминку на местной площадке. Старт намечен на 6 июня. Это будет бриллиантовая лига. После Барнаульца ждут в Марокко. В 2019-м чемпионат мира. Держим в уме, но не забываем, что следующий год олимпийский. Главное сейчас это ментальность. Ментальность какая? Что-то постепенно растет и все. Больше ни о чем думать не нужно. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком. Мусульмане сегодня празднуют Ураза Байрам. Это праздник разговения, второй по значимости в исламе. В Барнаульской соборной мечети по этому поводу собирается много верующих. Совершается праздничный намаз. После чего организуют угощение прихожан и раздают милостыню. Ураза Байрам символизирует окончание поста в священный месяц Рамадан, когда в светлое время суток нельзя есть и пить. Отмечается праздник три дня, как символ духовного очищения и надежды на светлое и счастливое будущее. В отличие от главного праздника Курбан Байрама, никаких жертвоприношений в этот день делать не принято. Мусульмане наряжаются в лучшие одежды и после молитвы накрывают праздничные столы, приглашая в гости родственников, друзей и соседей, даже если они другой веры. Семья из Шилоболихинского района просит помощи у жителей, у всех жителей края. Восьмилетний Глеб борется с очень опасной злокачественной опухолью и осложнением после операции. Анастасия Драган продолжит. Ой, какой молодец, как его сжимаешь. Давай тебе метку, держи, не потеряй его. Такую гимнастику мама Глеба Оксана проводит несколько раз в день. Развивает моторику восьмилетнему сыну как младенцу. Так и есть, признают она. После операции, когда мальчику вырезали опухоли рядом с мозжечком и путями оттока спинного мозга, началось осложнение. Уже пару месяцев Глеб заново учится управлять телом. Убаться начал после лечения. У нас хорошо голову поворачивает влево, вправо. Сейчас, конечно, я довольна тем, что я рядом с ним, что я могу как-то помочь, как-то посмотреть за ним, что вот не плачь, сыночка, не надо. Тихо, тихо, тихо. Мама здесь, мама здесь. Мы с тобой выздоровеем, конечно. Глеб будет здоровой. Но это не просто. Часть раковых клеток все еще живет в самом стволе головного мозга мальчика. Поэтому и так слабому организму приходится переносить химиотерапии. Изможденному ребенку нужны силы. А это в том числе особое питание. То, что сейчас вот тут дают смеси ему, это, казалось бы, как бы ни о чем. Что вот для такого большого мальчика и шести разов питания через каждые часа кормить, то есть в эти часы промежутки я ему даю еще свое питание. Покупаю пюре, соки, там, мясные сейчас ввожу ему, потому что у него гемоглобин очень низкий после перенесенных операций. В семье Глеба сейчас работает один отец. И постоянную покупку дополнительного питания семья потянуть не может. Родители мальчика просят всех неравнодушных помочь им в приобретении смеси. И для Глеба сейчас это вопрос жизни и того, как скоро он сможет победить рак. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Через пару минут о погоде. Пока немного полезной информации. 39% россиян, по данным ВЦИОМ, мечтают провести отпуск за границей. Но далеко не каждому такой отдых придется по карману. О том, как получить желаемый отдых без вреда для семейного бюджета, расскажем далее. Банк «Восключенный» одобряет планы своих клиентов на отдых и предлагает кредит до 1 миллиона рублей наличными. Оформление занимает один день, поэтому можно оперативно успеть перебрести даже горящие путевки. Согласно тому же опросу в ЦИОМ, среднестатистическому россиянину отдых за границей обойдется примерно в 43 тысячи рублей. Поэтому кредита хватит на всю семью. Кроме того, у банка есть еще одно приятное условие. Ставка по кредиту, независимо от суммы, составляет 9,9%. Это позволяет погашать его с минимальной нагрузкой на бюджет. Реализовать свое право на отдых комфортно и просто. Все необходимое для этого уже есть в Банке «Восточный». У меня к этому часу все новости. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова